МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Наши домашние любимцы». И сегодня в программе смотрите. Четвероногие любимцы от нуля до шести. Самая любвеобильная порода кошек из всех когда-либо созданных на Земле. И все о котах-водолеях. Если вы наконец-то решились завести домашний талисман в лице, а точнее в мордочке живого щенка или котенка, но еще не имеете опыта ухода за животными, программа «Наши домашние любимцы» с радостью поможет вам в этом нелегком деле. Итак, покупая маленького щенка, вы, конечно же, хотите вырастить хорошую здоровую собаку, а в дальнейшем вашу гордость и красоту, которую прохожие на улицах будут провожать восхищенными взглядами. Такое желание достойно уважения, но учтите одно обстоятельство. Хорошие наследственные качества, которые ваш щенок получил от предков, могут сойти на нет от плохого содержания и ухода. Что же надо знать, чтобы этого избежать? Первым вашим шагом должно быть появление в клинику, чтобы ветеринарный врач мог освидетельствовать его, убедиться в его здоровье, и если обнаружатся в процессе обследования какие-то проблемы здоровья, вовремя их купировать, ликвидировать. Также это нужно для того, чтобы провести плановые деграматизации, проверить здоровье ушей, глазок и назначить сроки вакцинации. Как правило, это один-два приема. Мы убеждаемся, меряем температуру, убеждаемся в здоровье животного, делаем первую прививку, если позволяет возраст. В дальнейшем вы появляетесь в клинике, если вы выполняете все мероприятия, вы появляетесь в клинике только на вакцинации. Уход за щенком или котенком начинается с обязательной процедуры его осмотра. Это не что иное, как первые шаги в его воспитании. По меньшей мере, раз в день необходимо осмотреть малыша, заглянуть в глазки, убедиться, что они не подтекают и не гноятся. Раз в неделю надо проверять ушки. Если там накопилась ушная сера, почистить их. В период смены зубов надо контролировать своевременное выпадение молочных и правильный рост коренных зубов. Не выпавшие молочные мешают нормальному росту коренных. Благодаря такому контролю вы не пропустите неправильного формирования прикуса будущей собаки, еще и приучите ее без проблем показывать зубки при необходимости, например, на выставке. Уход за щенком, его регулярное обследование – это первый шаг на пути роста здорового воспитанника. Следующим же этапом воспитания вашего домашнего любимца будет его социализация. Что же это такое? Социализация щенка и котенка – это приучение его к правильному поведению в обществе. Ну, грубо говоря, вы даете каноны поведения животного, при котором при этом поведении животное будет удобно вам, не будет создавать проблем окружающим. И, ну, в принципе, это залог его будущей беспроблемной жизни в человеческом обществе, в вашей семье. Все ощущения щенка должны развиваться естественно, желательно с раннего возраста. Он должен познакомиться со всем многообразием мира животных, со всеми окружающими предметами, явлениями, запахами вне дома, с родственниками во дворе. Щенку надо путешествовать в машине и ходить тротуарами. Его следует хотя бы иногда оставлять самого на несколько часов, но также и брать с собой в гости. Чем больше ваши маленькие подопечные узнают об окружающем мире в течение первых 12 недель жизни, тем более совершенен будет их мозг. Главное отличие детства щенка и ребенка в том, что щенков рано отбирают у матери и воспитывают их люди, представители другой породы. Негативная сторона этого – препятствие естественному воспитанию. А вот преимущество в том, что люди могут научить четырехлапого воспитанника значительно большему, чем его мать. Раннее развитие всех чувств значит, что собака не начнет пугаться всего нового или необычного, когда подрастет. Поэтому животные, воспитанные в городах, почти всегда меньше боятся чужих людей или необычных ситуаций, чем собаки, выросшие в сельской местности. Разносторонне воспитанные домашние любимцы должны изучать жизни, конечно, под присмотром человека, как только будут к этому готовы. Иногда делают очень популярную ошибку владельцы, особенно крупных охранных собак, бойцовых собак. Они получают удовольствие от того, что дразнят животное и считают, что если маленький щенок рычит и огрызается на них, то это будет злобный охранник и пес. Это распространенная ошибка. Как правило, кроме истерики вы таким поведением у собак ничего не вызываете. Желательно бы, конечно, в первые месяцы жизни ровное, нормальное, дружелюбное общение с животным. Со щенком нужно много общаться, и нормальный щенок – это дружелюбный щенок, который хочет пообщаться со всеми. Чтобы вырастить здоровое животное, его надо правильно кормить. Питание должно быть рациональным и сбалансированным. Существует много готовых кормов для щенков и котят разного возраста. Но не стоит слепо следовать наставлениям производителей, поскольку рацион готовых кормов рассчитан на среднестатистическую собаку среднестатистической породы. Каждый хозяин собаки может выбирать соотношение цены и качества корма на свое усмотрение. Питание щенка не представляет сложности, если не отступать от основных правил. Не давать животным костей, особенно трубчатых, жирного, острого, соленого, обильно приправленной пищи. Не давать бобовых, из каши должны быть хорошо дробленные, то есть цельное зерно не дается. Ну и в принципе из молочного лучше кисломолочные продукты, которые содержат готовые кисломолочные бактерии. На молоко у многих, даже маленьких щенков, бывает расстройство. Особенно если кроме материнского молока другого не получали. Ну и в принципе сложностей не будет. Главное не кормите щенка со стола. Сырое же мясо лучше вовсе не давать, но если уже так решили, то подкармливайте им не часто и понемногу, особенно щенков. Еще один такой принцип. У щенка еда не должна стоять все время. То есть здоровый активный щенок должен поесть сколько ему требуется и знать, что у него в его распоряжении 15-20 минут на принятие пищи до следующего кормления. В этом случае он всегда будет бодрым, активным, будет есть с аппетитом и будет съедать столько, сколько ему положено. Если щенок не покушал, пища убирается. И следующее кормление по расписанию. И запомните, кроме домашней пищи обязательно давайте минеральные добавки. Практически все, кто имел дело со сфинксами, заявляют, что канадский сфинкс – самая любвеобильная порода из всех, когда-либо созданных на Земле. Кошка-тайна, кошка-загадка, кошка-статуэтка, мягкие линии, взгляд нежных глаз прямо в сердце. Очень трудно назвать канадского сфинкса кошкой. Это что-то большее. Они очень похожи на человека своим взглядом, лапками, ручками, поведением. Сфинкс – такое интересное, загадочное, магическое слово. Почему именно котов решили сфинксами назвать? Эти коты еще были во времена ацтеков. И во многих исторических моментах мы видим изображения, которые напоминают очень нынешних сфинксов, которые сейчас у нас есть. Поэтому от этого, наверное, произошло название, что они как статуэтки. То есть это грация, красота, четкие линии. От стеков были не только лысые кошки, а еще голые собаки. Что же касается кошек, последние представители древней породы, названной мексиканской бесшерстной, демонстрировались на выставках кошек в США в начале нашего века. До начала 30-х годов дожила единственная пара, к сожалению, так и не оставив потомство. Сейчас существуют три породы голых кошек-сфинксов – канадский сфинкс и две, выведенные в России – донской сфинкс, лысак и петерболт. Чем канадский сфинкс отличается от того же самого донского сфинкса, дончика? У них чисто внешние различия. То есть если у канадцев у них лимоновидные глазки, более круглой формы, к концу вытянутые, то у дончиков они как бы узкие глаза, очень напоминают петболи, породу собак. Узкие глаза растянутые, другая форма черепа, мордочки, ушки. То есть они внешне отличаются. У них чаще бывают усы, у канадцев очень редко они бывают, они в основном обламываются потом. А у дончиков усы достаточно часто встречаются. Донские сфинксы – это российская порода, которая основана на природной мутации. Они отличаются от канадцев не только фенотипом, но и имеют разный генотип. У донского сфинкса очень сильный ген бесшерстности. При этом бесшерстность разделяется на три типа. Голорожденный, флок – приятная мягкая бархатка и браш – жесткая щетинистая шерсть. Раздеваются флоковые и брашевые животные обычно к году, иногда до двух лет. У канадцев, как правило, не бывает абсолютно голых резиновых животных. Канадский сфинкс имеет остаточную оброслость на мордочке, лапках и хвосте. Голова у донского сфинкса клинообразная, с чуть выступающими сколами и надбровями, плоский лоб и недлинная, чуть закругленная мордочка с легким пинчем. Уши большие, широко и высоко поставлены, слегка наклонены вперед, с закругленными кончиками. Тело у донского сфинкса мускулистое, с широким крупом и глубокой линией паха. Грудная клетка широкая, конечности с хорошо развитыми мускулами, лапки округлые, пальчики длинные, подвижные, похожие на человеческую руку. Канадские же сфинксы более тонкокосные, голова короче, с широкими скулами, резче выражен переход от лба к носу. Уши у канадцев прямые, большие, но шире, в основании и поставлены ниже. Весьма интересная история выведения канадского сфинкса. Возникновение породы этих бесшерстных кошек связывают с 1966 годом, когда в Антарио, в Канаде, среди котят нормальной домашней кошки, был обнаружен бесшерстный котенок, которого назвали пруном. Спустя положенное время прун был скрещен со своей матерью, и в помете появились нормальные и бесшерстные котята. До тех пор, пока это было возможным, пруна сводили с его дочерьми и внучками, чтобы сохранить, возможно, больше первоначальных генов. В результате получилось две разновидности сфинксов, несколько отличающиеся внешним видом. Однако вскоре в США и Канаде перестали разводить сфинксов. В 1971 году ЦФА отозвал современный статус породы, данный ей до этого. В чем же было дело? Разведение сфинксов терпело неудачи сразу по нескольким причинам. Во-первых, порода была крайне малочисленная, и не было надежды стабилизировать ее, используя имеющиеся в распоряжении филинологов животных. Кроме того, разведенцы не разобрались в генетике сфинксов. Ошибательно считалось, что признак бесшерстности связан с полом. Во-вторых, котята сфинксов оказались более требовательны к уходу, чем их обычные собратья и часто гибли. На этом история сфинксов могла бы и закончиться, если бы не новые находки. В 1975 году в штате Миннесота от простой короткошерстной кошечки родился лысый кот, не без юмора названный эпидермисом. Год спустя там же родилась кошка. Оба животных оказались в питомнике, где эпидермис стал основателем самых элитных линий породы на сегодняшний день. А в конце 70-х годов на улицах Торонто, вблизи места нахождения первых сфинксов, было найдено три новых котенка. Черно-белый кот, названный Бэмби, и две кошки. Они как бы относительно искусственно выведенные, да, и если придерживаться тех правил, там, разведения, да, допустим, то есть нету инбридинга, когда сводят неправильно там папу с дочкой и так дальше. Это исключено? Да, ну, есть какие-то особенности, да, допустим, это все должно согласовываться в клубе, мы состоим в клубе, то есть если есть какой-то особый там ген, да, какой-то красивый котенок, и там это надо закрепить, то есть тогда разрешается инбридинг, и в особенных случаях, то есть это все согласовывается. Но это я говорю про заводчиков, да, не те, которые, там, допустим, дома свели, и чтоб там подешевле, или там знакомых через знакомых, и потом продают как сфинксов. На что же надо обратить внимание тем, кто решил завести это удивительное существо? Канадский сфинкс лишен шерсти. Его теплоотдача очень высока. В чем это выражается? На ощупь их кожа всегда очень теплая. В первый момент может показаться, что у котенка канадского сфинкса повышена температура, и он болен. Но это не так. Температура канадского сфинкса такая же, как и у большинства кошек, и равна 38-38,5 градусов. За счет повышенной теплоотдачи температура поверхности тела может быть выше и достигать 39-39,5. Впечатление жара складывается за счет разницы с температурой поверхности тела человека, которая составляет 36,5. А разница почти в 3 градуса воспринимается нашими рецепторами очень отчетливо. У многих просто заблуждение, что это такая ботаническая порода, которая требует каких-то особых условий, температуры там, допустим, в квартире и так дальше. Они как бы, да, они могут зимой мерзнуть, но это не является чем-то катастрофическим, они это компенсируют едой. Естественно, в это время они больше любят теплые места, одеялка, теплые домики, кто приучает к одежде, допустим, они в одежки ходят. То есть так, чтобы вы специально там включали камин или кондиционер, или там подогревали квартиру и там воздух, да, для того, чтобы у вас сфинкс живет. Нет, такого нет. Советуем вспомнить, что родиной современной популяции канадских сфинксов является Северная Америка, Канада, город Торонто, с температурной амплитудой от минус 8 градусов Цельсия в феврале до плюс 27 в июле и количеством солнечных часов в день от 3 в ноябре и декабре до 10 в июне и июле, в то время как на дождливые дни приходится в среднем 8-9 дней ежемесячно. Погода явно не баловала первых канадских сфинксов, которые были найдены на улице. И так напрашивается вывод, что канадские сфинксы достаточно хорошо адаптированы к погодным перипетиям. Допустим, у семьи активный образ жизни, они куда-то ездят, они спокойно гуляют в лесу без поводка, они могут купаться в речке, то есть, да, как многие думают, что они все вот такие вот искусственные, инопланетяне такие. Характер у сфинксов совсем не кошачий. Похоже, что кошками они себя и не считают. Добродушны, миролюбивы, привязчивы к человеку. Не боятся собак и других животных, словно у них почти не сохранилось кошачьих инстинктов. Легко обучаются. Нас они воспринимают как своих собратьев и относятся к человеку на равных, по-человечески. Канадский сфинкс будет ждать вас у порога, если услышит, как вы вошли в подъезд. Будет ходить за вами по квартире, участвовать во всех домашних делах, интересоваться содержанием вашего портфеля и клавиатурой вашего компьютера. Это животное, которое очень любит людей, они не любят находиться одни. И в семье они обычно привязываются к одному человеку, то есть, они себе находят любимца. Они вообще со всеми, да, коммуникабельны, но есть один человек, которого они... Любимца или хозяина? Ну, я не знаю, наверное, любимца. То есть, это не обязательно, что этот человек за ним ухаживает, да, или кормит его, или что-то. Он просто этого человека любит. Канадский сфинкс будет играть с вашими детьми и спать с вами в обнимку под одеялом. Общаться со сфинксом всегда очень приятно. Возможно, что из-за отсутствия шерсти создается ощущение контакта уже не с животным, а с существом, стоящим на ступень ближе к человеку. И как знать, только ли внешне? Говорят, что эти коты не совсем похожи на котов по своему характеру, что у них характер вообще ближе к собаке. Да, это так и есть. Это повадки, особенно вот когда какие-то игрушки, они садятся на задние лапы и перед ними начинают перебирать какую-то вещь. Это могут быть маленькие игрушки там, да, резинки, заколочки, карандашик, ну, какие-то маленькие предметы. Они похожи еще даже, я бы сказала, не только на собаку, еще и на обезьянок, да, то есть они очень любопытные. Это любая новая вещь в доме, сумка, коробка, пакет, неважно, какая это мебель. Они обязательно это все пойдут, как бы разузнают, рассмотрят, пощупают и любят в пакетах очень играться. Канадскому свинксу нужно очень много энергии, следовательно, больше, чем большинству кошек количество еды. Аппетиты у этих кошек отменны. Они готовы есть практически все и в неограниченных количествах, совершенно не капризны и привередливы. Кормить канадских свинксов можно готовыми кормами, сухими и консервированными, натуральными и смешанными. В принципе, я могу сказать, это как люди, которые придерживаются здорового образа жизни, здорового питания. То есть им нельзя жареного, жирного, острого, соленого. То есть это как, можно сказать, организм ребенка. То есть если на натуральной пище это... Ну, каши это там процентов 10, это хищники, то есть 80% это мясо, 80-90% должно быть чистое мясо, если на натуральной пище. Или сухой корм. Это корм только премиум класса. То есть особенность должна быть, чтобы у них не росла шерсть, потому что корм может стимулировать расшерсти. Следующая особенность ухода за канадскими свинксами также возникла из-за отсутствия у них шерсти. В отличие от всех прочих кошек, канадские свинксы потеют всем телом. Этот пот при высыхании придает коже легкий коричневый оттенок, напоминающий человеческий загар. Пот легко переносится на окружающие предметы. Канадский свинкс вполне может оставить после себя коричневые разводы на чистом белье, не говоря о тех местах, где он любит спать. Вероятно, это является защитой для кожи лишенной шерсти. Но чересчур обильное потовое выделение может свидетельствовать о том, что животное неправильно питается, например, слишком жирная пища, или не очень хорошо себя чувствует. При умеренных выделениях достаточно протирать по мере загрязнения кошку влажной губкой или детскими очищающими салфетками. Их надо купать, купать по мере загрязнения, но не чаще, чем раз в неделю, потому что чем чаще вы начинаете купать, тем быстрее у них загрязняется кожа. И чистить ушки. То есть это все, никаких суперпроцедур, как многие думают, что там... Смазки, крема, там и все. Нет, нет, ничего. И плюс за уши очень часто бывает, ну, сталкиваюсь с проблемой, когда потом покупают котенка, звонят, говорят, вот нам сказали, у нас клещ или грибок или что-то еще, у них темно-коричневый налет в ушах. Ну, да, сера, сера, да. И многие врачи, которые не знают породы, они сразу ставят диагноз, что это у них проблема, да. А складки, которые у них на коже, их тоже надо чистить или... Нет, нет, абсолютно не надо. То есть достаточно обычного купания, это детская шампунь, то есть не обязательно даже какую-то там, говорят, да, супердорогие, там для сфинкса. Нет, это детская шампунь, чтобы не было резкого запаха, самая там обычная. Канадский сфинкс – это не просто гулая кошка. Конечно, отсутствие шерсти – самая первоотличительная черта, но не единственная. Морфология, голова, глаза и даже характер должны отвечать ряду очень строгих критериев, определяемых стандартом породы. Облик у хорошего сфинкса буквально магический. И дело не только в бесшерстности или больших ушах. В сфинксе есть особое, присущее только ему гармония, любое отклонение от которой превращает его просто в симпатичную кошечку без шерсти. Канадский сфинкс обладает удивительной мягкостью очертаний. В его фигуре нет ни одной прямой линии. Все они округлены, все формы выпуклые и вместе с тем текучи плавные. Этим он напоминает китайскую статуэтку. Возможно, поэтому второе, менее известное название канадского сфинкса – лунная кошка. Окрасы канадских сфинксов хорошо различимы благодаря сильной пигментации кожи. Наиболее распространенные из них – пеги, би и триколорные окрасы, то есть различные варианты основного окраса с белым. И белые. При этом окрасе сфинксы выглядят розовыми. Несколько реже встречаются сплошные окрасы и различные варианты черепаховых. Очень красивы, как, впрочем, и редкие окрасы, объединенные в группу минков. Такие животные при легком осветлении основного окраса обладают красивыми светло-голубыми глазами, хотя и не такими яркими, как у знакомых нам сиамов или голубоглазых животных белого окраса. Эти коты вообще долгожители. Один из представителей данной породы канадских сфинксов является долгожителем. Он прожил 19 лет, и они тоже 12-13. Это зависит, первое, от генетики, то есть у кого вы покупаете котенка, какие родители, заводчики, то есть происхождение. Второе – это содержание, конечно, питание, содержание. Но рекордсменом долголетия, причем не только среди сфинксов, но и всех кошек, по данным американского журнала, стал кот Гранпа Рекс Аллен – гибрид сфинкса с Деванрексом. Этот почтенный кот прожил около 30 лет, 12 из которых были посвящены выставочной карьере. Если вы решились завести канадского сфинкса, вы должны готовы к тесному и постоянному общению. Задумайтесь о том, сможете ли вы потратить на эту полукошку, полусобаку, полуребенка, полуобезьянку свои моральные и физические силы. Если вы не ошиблись, и эта кошка придет в ваш дом, то канадский сфинкс принесет с собой мир и радость, одновременно украсив его своим экзотическим видом – образом лунной кошки. Сегодня в программе «Наши домашние любимцы» мы расскажем о котах-водолеях. Водолеи являются настоящими индивидуалистами, их характер наиболее выражен. Кот-водолей – ложная натура, часто бывает в разладе с самим собой. С одной стороны, он хочет быть любящим и ласковым, с другой – не прочь показать когти. Такое непредсказуемое поведение, конечно, раздражает его хозяина, а кот забавляется, глядя, как вы злитесь. Это самый предприимчивый кот, которого не останавливает случайные неудачи. Коты-водолеи отличаются чрезмерной занощивостью. Если бы кот-водолей умел говорить, то его слово всегда было бы последним. Сам по себе кот-водолей – уравновешенное животное, которому редко приходят в голову глупые идеи. Но как только он получает аудиторию, поведение его становится своевольным, буйным и привлекающим внимания. Они совершенно не ревнивы. Качество, которое свойственно знаку водолея, и если кто-то появляется, они не показывают свой характер в этот момент, не мстят, как мы говорим. Для них все очень важно, чтобы в доме было очень много людей, много животных. Это их стихия. В еде его вкусы очень переменчивы. Завтра он может отказаться от блюда, которое с удовольствием ел сегодня. Для него важнее не что предлагают, а в какой форме это делается. Несмотря на его вредность по отношению к вам, у кота-водолея вызывает восхищение все человеческое. Может быть, вы этого и не замечаете, но он делает все, чтобы быть похожим на вас. Для хозяина кошка-водолей станет настоящим другом. С ней можно будет и поговорить, пообщаться, вылить свои переживания. Она выслушает и даст совет. Молчаливый, можно сказать, совет. Хорошо с ней также гулять на природе. И мы говорим собака-друг человека, но вот здесь данный знак зодиака тоже друг человека. Кот-водолей нуждается в хозяине с крепкими нервами. Который не позволил бы собой командовать. Коты этого знака очень не любят визитеров в своем доме. Они будут шипеть и фыркать на них, пока тени уйдут. И тогда, конечно, он пускает в ход все свое обаяние, чтобы вновь завоевать сердца домочадцев. Этот кот легко становится тираном и по отношению к детям не успокаивается до тех пор, пока все не начинают плясать под его дудку. Но при всем при этом вы ни за что на свете не сможете порвать отношения с этим котом. За такими питомцами приятно наблюдать со стороны. Поэтому схожие с ними весы и девы стали бы подходящими хозяевами для них. Но самым идеальным союзом является партнерство с овным, близнецами и стрельцом. Ведь такие люди никогда не попытаются вторгнуться на личную территорию независимого любимца. С соседскими кошками кот-водолей не любит водить дружбу. Он не признает ничего ординарного. Ночью все кошки серы. Эта пословица не для него. Он обычно влюбляется в экзотических кошек или в тех, которые могут его чему-нибудь научить. Ведь неплохо пополнить запас сюрпризов, которыми ваш кот собирается вас еще удивить. А на сегодня все. Смотрите нас на телеканале МТМ. Смотрите нас на телеканале МТМ.